Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все школьники должны иметь равные права на поступление в ВУЗ. Если наши сдают ЕГЭ, пусть крымчане и другие школьники, желающие поступить в наши ВУЗы, тоже сдают этот дурацкий экзамен. Еще одно обидное для россиян обещание для жителей Крыма поступило от Минобороны России. Силовое ведомство намерено лечить жителей полуострова бесплатно в своих лечебницах, которые расположены на территории Крыма. В ведомстве заявили, что медпомощь будет оказываться так же, как и на территории РФ в рамках госгарантий. Некоторые эксперты усмотрели в этих шагах прямой подкуп народа Крыма. Этакий пряник без намека на кнут. Между тем, действия России на территории Украины заставили по-новому задуматься о своей безопасности и ближайших соседей. Казахстан и Белоруссия до сих пор не поддержали Москву в крымском вопросе. Президент этих двух республик ратует за целостность Украины. Вот что говорит по этому поводу директор Казахстанского института мировой экономики и политики Султан Акимбеков. В Казахстане в целом, естественно, без особого восторга восприняли некоторые моменты, связанные с раздачей российских паспортов, с заявлениями некоторых российских политиков и с тем, что вообще поставлена под вопрос территориальная целостность Украины. Белорусская же сторона пока не осуждала ни действия Москвы в Крыму, ни новой власти в Киеве. Политологи объясняют это тем, что Белоруссия тесно связана экономически с обеими странами и Минску не хочется портить отношения ни с той, ни с другой соседкой. Лукашенко высказывал готовность сотрудничать с новыми властями, но делал это довольно двусмысленно и расплывчато. В то же время он довольно ясно высказался за территориальную целостность Украины. Однако, какие оценки дадут лидеры постсоветских республик после официального вхождения Крыма в состав России, ждать осталось недолго. Между тем, российские министерства и ведомства готовятся уже с апреля финансово помогать полуострову. По подсчетам экспертов, ежегодно Крым будет съедать около 88 миллиардов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok